Здравствуйте. Даете ли вы согласие на запись этого интервью и его публикацию? Да. Представьтесь, как вас зовут? Эдуард Легкобыт Эдуард Александрович. В год рождения? 29.06.97. Где родились? Ростовская область, город Сальск. Фактическое проживание? Московская область, поселок Голицын. С кем проживали ваша семья? Я и невеста. А вы с невестой проживали? Братья есть? Маленькая сестра. Маленькая сестра. Где вы учились? В городе Сальск. Сначала в 9-м лицее, затем в Ростове-на-Дону, 29-я школа. Затем я вернулся обратно в Сальск во 2-ю гимназию. Вы дозвонитесь матери. Алло. Алло. Ма. Привет. А, А, Юля, привет, привет, сынок. Как дела? Да все у меня хорошо, вы там что как у вас сделали? Алло. Слышишь? Да нет. Ага, ага. Слышишь меня? Слышу, слышу, теряйте что-то. Ага. Что у вас там, как дела? Эй. Ах, да ничего, мы тебя все ждем. Где ты там, куда ты там. Все, все, а не плачь. Все хорошо, все нормально. Со мной все хорошо, не переживай. Не, не, я не плачь. Сытый здоровый. Я не плачь, не плачь. Бабушка, что там? Да ничего, тоже ничего, вчера этот приезжал к нам этот. Кто? Как его? Ты что, можешь поговорить, да? Ну, есть время, но время ограничено немножко. Что там, когда? Ну, как, как все, как наши отступят, я не знаю, как это уже назвать. Когда наши отойдут уже, тогда... Короче, Мах, все будет нормально, переживай. Все будет хорошо. Хорошо, да? Да. Все, кто-то не обижает, все хорошо? Да, не, 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 просто трогай. Ма, смотри, тут сейчас будут пару вопросов, таких политических. Тебе надо будет на них ответить, хорошо? Ой, ко мне что ли? Да, это я их буду сейчас задавать. Все нормально, не нервничай, все хорошо. Это стандартные вопросы. Смотри, Ма, это, что ты сделала, чтобы вернуть меня домой? Ну, звонила там кому вот это вот. Конечно, и военкомат звонили, и в часть звонили. Вот. Попутно, Ма, вопрос, что тебе сказали в части по поводу меня? Ничего, ожидайте. Смотри, Ма, ну там... Работа идет, и все, ничего. Я понял. Ничего, честно, ничего. Все, смотри, в каком статусе... А, ну это уже сказали тогда. В каком статусе я числюсь в своей воинской части? Ну, тебе ничего, да не сказали, то, что раппорт идет, правильно? Ну, ничего, нет, ничего не говорят. Я тебя скажу, что если ты в списке пленных... Ведите, и все. Все. Вот, Ма, смотри, короче, надо... Я там в списке пленных я не числюсь, правильно? Я так понял? Числюсь, потому что мы не знаем особо, но числюсь. Ну, везде он по телевизору... Я... Нет, Ма, в час ты когда звонила в мою, тебе сказали то, что я пленный? Да. А, сказали? Ну, тут хорошо. Да. А, ну тут все, я понял. Ну смотри, Ма, постарайся сделать так, чтобы они тебе дали это в письменном виде, то есть, или письмо какое-нибудь, чтобы они... Ну, это с Ксюхой состыкуйся, чтобы она там уже сделала это дело через Ваню. Она поймет. Ну, а что надо сказать? Ну, я ее сейчас, я ее позже наберу, короче, и она с тебя перезвонит. Следующий вопрос, Ма. Армия России вторгалась на территорию Украины, в Украину? Армия России вторгалась на территорию Украины? В Украину, да. Мы же не знаем, вы сказали, где научение, больше мы ничего не знаем. Вот, и все. Кто виноват в происходящем в Украине? Не знаю. Раз вы вторглись, значит, как получилось, что вышли? Сейчас. Ну, вот здесь... Там, не знаю, 90% россиян отвечают, что... Типа, тут все хорошо. Что в Украине происходит, да? Российская армия вторглась в Украину? Ну, я ничего об этом не знаю, я политикой не интересуюсь. Как вы считаете, это адекватное восприятие общество? Ну, вот вы слышали, мои родители как сказали? Вы же слышали? Родители, да. Ну, кто понимает, тот понимает. А так, ну, большинство, как вам сказать, то, что показывают по этому телевизору нашему, ну, все так и видят. А то, что по факту происходит, ну, или не хотят видеть, или, я не знаю, как это просто объяснить. Угу. Просто если бы увидели то, что тут реально происходит, ну, это было бы немножко неплохерение так. Я понял. Ну, мы остановились на том, где вы учились. Можете назвать там своих классных руководителей, сокурсников, одноклассников? Пожалуйста. В девятой школе классный руководитель был Донскова Галина Викторовна. В Ростове, честно, не помню. Во второй гимназии у классного руководителя был Блинкова Ольга Васильевна. А из одноклассников, ну, Логутин Дмитрий, там, Дудник Алексей, Рафик Нацаканов, Дима Усков. Ну, можно перечислять много. Да, да, хорошо. Нет, это мы делаем, потому что не верят, что вы из России. Как вы докажете, что вы из России? Россияне не верят, что вы из России. Ну, собственно, сколько здесь еще надо доказать? Я не знаю, училище Рязанское закончил. Находится на улице Маргелова, 12. Там находятся у нас 2 территории. 2 территории в Рязани. Одно из них раньше принадлежало автомобильному училищу, Дубынину. Что он еще сказать? Город Сась находится в 180 км от Ростова-на-Дону. Ну, я думаю, достаточно. Да нет. Любой военнослужащий в ОСУ мог выучить эти все данные. Там есть брошенный аэродром в Сальске. Заброшенный, да. Брошенный аэродром. Дачи. Маршрут вам перечислить, я не знаю. Не убедительно. Но на самом деле, некоторые россияне занимаются тем, что они берут вот эти все данные, которые он говорит, анализируют, находят людей в соцсетях и говорят, да, реально, вот это здесь, вот это здесь, вот эти люди реально существуют и так далее. Ну, это вот, да, вообще. Ну, военкомат, понятно, есть. Как им еще так, я не знаю, как им так сказать. Спорткомплекс там есть, называется Сальский спорткомплекс, оздоровительный комплекс. Ага. Окей. Передадите что-то россиянам, которые уже в Украине или которых сейчас сюда отправят? Честно, я уже передавал это много раз по поводу военнослужащих. То, что говорят, то, что там на границе кто отходит назад расстреливают. Ну, если это так, я правда не знаю, правда это или нет, но те, кто еще на пути сюда, разворачивайтесь и уходите. Потому что тут люди жили и прожили бы еще больше, чем мы, наверное, в мире испокойств. Это мы вот пришли и начали делать херню. А те, кто уже здесь и вот нам люди показывают то, что тут происходит, вандализм, там, еще прочее прочее. Ну, я не знаю, ну, лично к вам у меня, я не знаю, ну, в этом мразе, только так я могу вам сказать честно. Нет, ну, надо сказать, что единичные случаи вандализма и всего прочего, они, конечно же, имели место быть, но это для россиян, надо сказать. Но вы понимаете, что на российском телевидении, ну, в любых странах это все происходит на самом деле. Но вы понимаете, что на российском телевидении это все возвели в культ, вытянули и вывели, как будто бы у нас только это и происходит больше ничего. А что, что по факту, что вы увидели по факту? Здесь? Ну, вот то, что нам говорили, то, что тут нацисты, тут ничего такого нету, нацистов тут нету, бандеровцы тут нету никого. Натовскую армию. Натовскую армию тоже никого не увидел, каких-то инструкторов американцев я тоже тут ничего не увидел. Хорошо, окей, вы лично вообще чувствуете на себя какую-то вину, какое-то сожаление, какое-то раскаяние за то, что вы сделали или... Я скажу так, потому что, слава Богу, я ничего натворить не успел, слава Богу. А лично от себя вот извиниться перед народом Украины, да, я считаю, это обязанным, поэтому я искренне от сердца извиняюсь, что мы приехали сюда, нарушили так здесь все, вот это вот бомбежки и всякие выстрелы, то что... ну, за это я искренне прямо чисто извиняюсь. Но, слава Богу, я ничего не успел натворить. Бокс берег, вот правда, пуля прилетела в голову мне. Да, кстати, хотел спросить, что с глазами, что под глазами, под правами. Ну как, ехали в колонию, попали под обстрел, вот, и мне прилетело под глаз. Раздробило глазницу, нос. Ну так, вроде, врачи Украины меня зашивали, лечили, а наши просто нас оставили и уехали дальше. Судьба, правда, их не мне неизвестна, ну, будем надеяться, что они хотя бы живые. А как насчет своих не бросаем, там, слоган модный? Ну, я уже убедился, как мы еще и не бросаем, потому что нас оставили, нас просто начали расстреливать, а все, кто были спереди, уехали вперед, а те, кто были сзади, развернулись и поехали назад. Вот этого я увидел. А этого хватает? Я, грубо говоря, вслепую, ну, потому что оба глаза меня не видели, я дошел до ближайшего дома, дополз. Там мне оказали, ну, вот, мужчина оказал мне помощь, там, чем смог. Ну, и дальше меня забрали в больницу. А где это было? Ну, если, как я понял, в Черниговской области, как я понял. А какого числа? 26 и 27 в этих числа. Ну, а два дня, вот, вы заехали, аж 24-го, получается, наверное? Ну, где-то так, да. А два дня, вот, что вы просто ездили? Просто катались, просто как дурочки катались по полям. Я не знаю, просто вот как, ну, реально как дураки катались и все. Без каких-либо команд и все, просто вот едем, 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 едем. Ну, а что командиры говорят? Вот вы катаетесь, в чем командиры говорят? Ничего, вообще, абсолютно ничего. Что делаем? Едем, что делаем, едем. Ну, вы же прапорщик, правильно? Да, прапорщик. А должность какая-то? Командир взвода обеспечения. Ну, командир взвода обеспечения. И вот, ну, ваш функционал в этой ситуации? Я был водителем. Я просто был водителем. Меня посадили за руль, я просто ездил. Даже все. Никаких команд нам ничего не доводили. Мы говорили, что едем? Ой, едем. Что, собирайтесь, сейчас будем выезжать. Куда? Ну, едем. Куда едем? Никто ничего не узнает. Никто никому ничего не доводит. А куда едем? А вы в это время не задавались вопросом? Да, конечно, задавались. Что мы делаем? Подходили, спрашивали. Они сами ничего не знают. У нас, как бы, есть младший офицерский состав и высший. Высшего с нами не было. У нас был только младший офицерский состав. И вот мы просто, что делаем? Едем? Куда едем? Да херу, куда-то едем. Куда едем? Чего едем? Едем и едем. И вот так на протяжении всей дороги, пока нас просто не расстреляли. Я даже не знаю, как правильно спросить. Вы ощущали себя в качестве мяса или металлолома? Нас сюда отправили в качестве мяса, как с этих баранов на убой. Я не знаю. Вот так же сейчас ощущается для тех, кто здесь остались. Потому что они не могут пойти ни вперед, потому что явная смерть. И назад не могут пойти, потому что или дезертир, или тоже расстрел. Я не знаю. И вот они как бараны. Ни назад, ни вперед, ни назад, ни вперед. А мы были просто мясом. Ну это лично мое мнение. Мясо. Спасибо. 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 Спасибо.